Всем привет, с вами Вован, вы на канале Саня Саван, и сегодня это уже 16 серия Вован Лайф, и сегодня вот много новостей интересных, да и погнали в новую серию. Мне немного полегчало, я еще не до конца вызову, но хотя бы горло получше, поэтому я могу говорить, это очень хорошо, то есть видео будет выходить теперь почаще. Короче, подходим к новостям быстрее. Наверное, вы уже заметили, что у меня кое-что на лице, как бы, вот такая вот ситуация, как бы, да, зелено-красные непонятные штуки у меня по лицу ходят, про это вы увидите немножко попозже, как бы, в видосике, вот, кстати, скоро выйдет видосик про то, как я украшу свою комнату к новому году, украшение комнаты моделиста к новому году, как же это прекрасно звучит, и поэтому скоро выйдет видос. Далее, далее, что вообще было, пока я болел? Что вообще происходило? Значит, сейчас я начинаю, продолжаю подготовку, чищу свою комнату, потому что тут кое-что произошло, вот, пока что тут такая ситуация, вот, там тоже не все нормально, тут дыра вот такая, ну, короче, все придется чистить. Я поставил, наконец-то, стеллаж от Карорамы, вот такой вот крутой стеллажик, просто лучший, и вот смотри, какой крутой, вообще реально красиво выглядит, и еще сюда переместилась вот эта полка с моделями, которая стояла здесь, также вот здесь теперь стоят бигфуты, потому что здесь будет стоять елка, вот. Дальше, новости по ТМР, еще вот эти вот модели я поставил сюда, тут у меня стоят всякие мои, одни из моих любимых тачек вообще самые, вот, Е36, Лупаты, вот, СЛ-чика, Омега прекрасная, Гольф второй, Каприз, вообще, все, вообще супер просто, вот, Е32, Е46, Волга, вообще, короче, тут одни из самых крутых вообще моих тачек, там вообще вот сзади гольфы стоят, четвертые, просто офигенно. Так скажу, у меня максимально хорошие новости. Мерин, который я обещал и делаю, делаю, который корч, он уже покрашен, а это уже значит, что он уже почти готов. Осталось, знаете что, осталось всего лишь ничего, осталось только доработать салон, но там есть направляк, то надо кое-что спилить, поэтому это я спилю, и, как бы, небольшая задержка будет по этому видео, к сожалению, поэтому вполне возможно, я максимально надеюсь, что он выйдет в этом году, этот видосик, то есть у меня еще есть 11 дней до нового года осталось, ну, в принципе, уже 10. Ну да, у меня есть еще немножко времени, поэтому, может быть, я надеюсь, что я успею и в этом году закончу этот проект. Также я решил сделать новый проект BMW E30 кабриолет стенс на вот таких вот замечательных BBS, которые внутри там лежат. Это будет лютый стенс из этой BMW. Мне кажется, это будет максимально круто, красного цвета. Если вы это ждете, пожелаете мне удачи, обязательно сделаем. Также вот из этих двух малышей тоже будут очень крутые проекты. Вот, я правильно хотя бы показываю? Да, вот они, да. Вот у этих крутых малышей будет очень крутой проект. Вот. Еще вот такая вот BMW E36. Это такая новость. Я просто решил пока что убрать в бокс. Пока она, вообще-то она стояла у меня там в телаже, но теперь она стоит в боксе. Но это максимально ненадолго, потому что я ее скоро обратно уберу. Просто сослушайте, посмотрите, как она в боксе. Она в боксе выглядит максимально презентабельно. Классная бэха от Maxi Chems. М3, 92-го года, E36. Офигенно. Супер тачка. В будущем, в будущем будет контент со сливой S15. RC сливой S15. Зимой. Как так-то? А вот так, вы спросите меня, как так? А я скажу, вот так. Будет, наверное, зимний дрифт на этой Сильвии. Я вообще не знаю, как это будет выглядеть. Я не обещаю, что это будет зимний дрифт. Ну, в смысле, это будет какой-то... Я надеюсь, это будет дрифт. Она будет зимой выезжать. Точнее, я ее точно... Короче, она точно будет зимой выезжать. Она точно выйдет. Контент зимой на улице с ней будет. Вопрос. Будет ли дрифт? Вот сейчас она так. На ней сейчас обуты слихи. Я потом поменяю эти диски на ворки. И там будет стоять уже протекторная резина. Резина с протектором, чтобы был зацеп, как бы. Ну, и будет нормальный дрифт. Надеюсь, что, опять же, попробуем. Так что, обязательно попробуем. В аванс кастомс пока что ничего не изменилось. Но скоро. Вот прям скоро. Не знаю, в этом году или уже в следующем. Потому что мне нужно успеть доснимать видосик про Мерседес. Который вот... Который вот... Который вот корч. Который вот минивэн. Вот. И надо... Короче, у меня сразу сейчас 4-5 видосов на очереди. Минивэн. Потом нужно... Я сделаю обязательно обзор вот на все эти модели. Не знаю, правда, либо в этом году, либо на зимних каникулах. Уже на них выйдет обзор. Но 100% он выйдет. Так что ждите, ждите. Это будет максимально крутое видосик. Там будет много монтажа. Много музыки. Много эффектных, красивых кадров. Поэтому... Он может долго сниматься, но он реально будет качественным. И я думаю, что вы за него точно влепите лайкусик. Поэтому я очень надеюсь, что он скоро выйдет. Не знаю, опять же, когда, но точно выйдет. Зимой, по крайней мере, точно. Также, также, скоро выйдет видосик вот про эти вот джадовские модельки. Модельки от фирмы Джада. Про них я тоже выпущу видосик. Модельки в 32-м масштабе. Да и почему, в принципе, про них не выпущите видосик. Да, хорошие модели. Вы правильно, правильно. Поэтому выпущу видосик по ним. Офигеть. У меня, короче, тут все упало. Поэтому это все нужно будет как бы сейчас расставлять. Пока что не занимался никаким тюнингом масштабных моделей. Но, блин, следующий, опять же, на очереди у нас вот получается минивэн. Потом из тюнинга именно. Потом BMW E30 Stance, которая точно будет. Вот. Да и, блин, я даже не знаю, что еще. Одним словом, у меня сейчас на очереди получается 4 или 5 видосов. Это Мерин. Это обзор на сборные модели. Обзор на модели Джада. Обзор на... Ой, тюнинг. BMW E30. Дрифт на Silvia S15 зимой. Дрифт на Жигулях зимой. Короче, дохрен. Еще 25 декабря у меня днюха. Поэтому поэт под... Тоже будет видосик... Видосик из днюхи. Вот, как бы, да, как бы, будет обязательно. Вот. Что еще рассказать? По большому филу, что еще вообще новое было? Что было-то, да? Что было? Я не помню, что было. Что было. Неужели я все рассказал? Так ли это или нет? Вот вопрос. Не знаю. Забыл. А, я вспомнил. Ребята, у нас же появилась группа ВК. Я даже выкладывал видосик про то, что она у нас появилась. Там, я ее... Ну, типа, там, реклама группы ВК у нас, как бы, да. У нас есть группа ВК, где выходят часто фотки масштабных моделей. Там всякие новости интересные, да. Поэтому советую подписаться. Ссылочка в описании. Пишите, пожалуйста. Да, блин. В принципе, вроде я все рассказал. Да, я все рассказал. А-а-а. И сейчас я вам еще кое-что покажу. Никогда не видел, как выглядит слива в боксе. Свою замечательную S13 от Kiosh я тоже поставил в бокс. Вот как она выглядит в боксе. Максимально красиво, презентабельно, супер масштабно. Вообще, крутая модель, короче, одним словом. Очень круто выглядит. Круто. Лайк. Ну, а на этом, в принципе, все. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Это была шестнадцатая серия в Аван Лайф. Да, теперь будут снова выходить видосики. Следующий видосик, скорее всего, от меня будет уже про минивэн. Опять же, не знаю, куда он будет, но он будет скоро. Максимально скоро. Я, короче, как только так сразу, я максимально постараюсь. Вот прям максимально прям вообще постараюсь. Короче, всем спасибо. Всем удачи. И всем пока. Пока.